Ситуация на самом деле еще хуже. Во-первых, почему хуже, а не лучше? Потому что вы понимаете, что обвал в Америке, если произойдет, не надо выбегать на улицу и плясать друг с другом от радости. То есть можно и поплясать, конечно, но надо понимать, что нам... ...больно плохо, как и всем остальным. Так вот, это почему хуже? Теперь, что еще хуже? А еще хуже то, что настолько же пузырчатый и перераздутый фондовый рынок, как в Америке, еще и в Китае. Строго говоря, он там даже еще более перераздут. Но там, правда, есть демпфирующие механизмы, которых нет в Америке. То есть, понимаешь, вот я помню много раз еще в 2000-х годах встречался и в частной жизни, и там, публичной, с упреками Леонтьеву, например. Леонтьеву, Хазину. Да, вот вы говорили, что доллар рухнет, так где же, где же. Да, вы говорили, что доллар рухнет, почему до сих пор, уже сентябрь на дворе, а он до сих пор не рухнул. После кризиса 2008-2009 год. Ну хорошо, вы, да, говорили, что кризис, вот он произошел. Но почему же вообще, почему еще там люди ходят, почему там небезлюдная пустыня, да, так сказать, почему люди, почему трупы голодных не лежат, умерших на улицах. Друзья, так и Москва не сразу строилась, так сказать. Люди видят тренд, видят его правильно, понимают, что спастись от него нельзя. Но те, кто сидят на той стороне, очень хорошие антикризисные управляющие. Поэтому спасти, как вот в случае неизлечимой болезни, да, спасти от нее человека нельзя. Но врачи бывают и на 5, и на 7, и на 10 лет продлевают ее жизнь лучше, чем ничего. Пока больной жив, жива надежда. Да, даже не надежда, просто пожил лишнее время. Вечер-то он не жил бы, даже если бы и не было болезни. Поэтому на самом деле ощущение, что сейчас конец приближается, совсем уже приближается. Уже не в том смысле приближается, а вот в непосредством. То есть остался год, может полтора, вот так вот.